Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Впервые за 25 лет творчества московская скапан-группа Дистемпер добралась до четы. В нашем городе коллектив выступил на пятом рок-фестивале альтернативной музыки Заброк Конвеншн в рамках своего гастрольного юбилейного тура по городам Сибири четверть века в панк-роке. Музыканты давно завоевали признание и любовь зрителей из России, стран СНГ и Европы. Прошу всем привет, девчонки-бальчишки! Эй! Как настроение? Спасибо! Страх небольшой перед сценой. Ребята будут выступать после нас уже намного опытнее. Но, тем не менее, опыт получения такой очень важен для музыканта. Сложно немного завести толпу. Бывает в зависимости уровень, который они музыку слушают. Много нюансов. Ну, в общем, не беда. Сколько сможем, столько разогреем. Музыканты Ска-панк – это совершенно новое направление в рок-музыке, прародителями и основателями которого считаются дистемпер. Они играют живой панк, припущенный звонким звучанием трубы и тромбона. Это исключительно живой звук, неповторимый и чарующий, одновременно бархатный и мощный. Ну, город отличный. На самом деле, очень неожиданно, что такой теплый прием. Потому что, действительно, мы в Чите в первый раз. Да, несмотря на то, что играем уже 25 лет. И, конечно, у нас проходит сейчас сибирский тур. И нам очень радостно еще от того, что мы уже отыграли много концертов. Уже неделю мы находимся в сибирском туре. Начали с Владивостока, Иркутск, Улан-Удэ. Вот из Улан-Удэ уже приехали сюда, в Читу. И, в принципе, здесь один из лучших приемов, который был во всем туре. Это очень приятно осознавать. Спасибо ребятам и девчонкам за то, что ждали так долго. И мы сдержали обещание, и приехали. И сыграли последнюю песенку «Мы обязательно вернемся». Теперь мы никуда не денемся, обязаны просто приехать еще раз, как минимум. Сами музыканты признались, что их вдохновляет музыка. Они живут своим творчеством, мелодией, получают от нее энергию и продолжают творить. Для них скопанк – это не просто работа и стиль жизни, это состояние души. Основная группа, которая слушает рок-музыку, это, конечно же, молодежь. И молодежь, она меняется, меняются поколения. То есть 20 лет назад на наших концертах были 17-летние ребята и девчонки от 15 до 20. И спустя 20 лет, а снова от 15 до 20, конечно, уже сменилось несколько поколений. Но есть и взрослые люди, которые приходят уже и со своими детьми на наши концерты. Вот это уже вдвойне приятно. Потому что, к сожалению, жизнь у нас не такая легкая, бытовуха немножечко затягивает. И когда у людей создаются семьи, рождаются дети, конечно, бытовые проблемы главенствуют. И люди уже махают руками на концерты и стараются уже никуда не ходить, потому что считают, что на это нет времени. На самом деле, ребята, это не так. Публика на скопанк реагировала просто замечательно. Все веселились, танцевали, пели. Неудивительно, что московским музыкантам захотелось вернуться обратно в наш далекий город. Ну, уважаемые телезрители, на самом деле, как можно меньше смотрите телевизор. Приходите на концерты группы «Дистемпер» и смотрите нас живьем. Передаю вам привет с телеэкрана, но живьем на концерте это было бы гораздо интереснее. Спасибо всем, что вы с нами. Группе «Дистемпер» 25 лет. Желаю вам счастья, удачи, позитива, добра и позитивного мировоззрения. Пятый фестиваль альтернативной музыки прошел зажигательно и очень по-рокерски. В будущем организаторы Читинской группы «Замахры» планируют слегка поменять формат фестиваля, но сохранив самое главное – хорошее настроение и отличную музыку. Анастасия Друмова, Илья Татауров, специально для Забонфору.